Добрый вечер! В эфире вопрос с пристрастием в студии Вадим Родионов. На этой неделе в Бауске был открыт памятник полицейским батальонам, входящим в состав легиона ВАФНСС. Сегодня мы обсудим эту тему с нашими гостями, депутатом Сейма Ириной Цветковой и заместителем руководителя Международной Организации «Мир без нацизма» Валерием Энгелем. Добрый вечер! Спасибо, что пришли в нашу студию. Итак, давайте начнем с истории, которая произошла в городе Бауск. Там установлен памятник полицейским батальонам, которые входили в состав латышского легиона ВАФНСС. Валерий, давайте с вас начнем. Как оцениваете этот факт? Ну, что сказать. Каждый народ, как и каждая страна, имеет право на своих героев. Если Латвия определяется в том, что это ее герои, кто и может запретить? А вы считаете, что это герой Латвии, но действительно эти люди так воспринимают? Если на протяжении многих лет идет непонятная борьба, что нам всему обществу пытаются навязать то каких-то карателей, то каких-то палачей, то кого-то еще, которым надо ставить памятники. Ну, смотрите, в каких-то странах Юрий Гагарин герой, где-то Джон Гленн, первый астронавт, Махатма Ганди. В Латвии там майор Улюкс, который руководил самообороной Бауски, известный тем, что он в 1941 году руководил уничтожением еврейской общины Венспилса. Ну, что, герой с одной стороны. С другой стороны, казалось бы, и бог с ним, но при этом оскорбляется память других народов, тех народов, которые были уничтожены с помощью солдат этих батальонов. Оскорбляется память евреев, поскольку эти батальоны участвовали в уничтожении всего еврейского населения. В Холокосте. Да, в Холокосте. Оскорбляется память русских, которых уничтожали, например, под Псковом, да, эти вот полицейские батальоны. Под Днепропетровском они отметились, Белоруссии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут, естественно, возникает некое противоречие, с одной стороны. А с другой стороны, это возникает, так сказать, не менее серьезное противоречие с той политической архитектурой, с которой сложилась в Европе после окончания Второй мировой войны. Да, вот этот вот лозунг «Никогда больше», та геноцификация, которая прошла в Европе, она довольно красноречиво определила развитие всего континента, так сказать, всех стран на долгий-долгий год. Но с другой стороны, сейчас отмечают некоторые эксперты, в Европе наблюдается всплеск неонацизма, неофашизма, вот эти движения снова набирают силу, набирают популярность. Даже в той же Германии, кстати. Обратите внимание, что всплеск радикального национализма действительно есть, объясняется он кризисом национального государства во всей Европе практически, на территории бывшего Советского Союза, кстати, тоже. Объясняется экономическими сложностями. Но ведь речь не идет о том, что люди встают и говорят, что правильно, что уничтожали евреев, скажем, во Второй мировой войне. Гитлер вообще, так сказать, замечательный человек, он все правильно делал. Никто же такого не говорит, они тоже не говорят, например, мэр... Они говорят, что это защитники Бауски. Да, мэр Бауски, я не знаю, откуда он взял, я не знаю, с кем он там общался, сказал, что они защитники. Но что значит защитники? В 1941 году они почему-то не защищали город от немецких оккупантов. От советских войск они решили его защищать. Понятно почему, потому что на них, на этих вот трех полицейских батальонах, на их руках кровь, и крови очень много было. И они прекрасно понимали, что придется отвечать за убийство мирного населения, прежде всего. Ирина, вы согласны с тем, что навязывают Латвии вот таких героев? Как вы это чувствуете? Сегодня я могу утверждать, что таких героев действительно навязывают. И это политика наших правящих. И это результат того, что коалиция была создана таким образом, что в нее вошли национал-радикалы. Но они не многочисленная фракция, они не доминирующая фракция в коалиции. Неужели они способны навязывать всей остальной коалиции свои какие-то правила игры? Сегодня установление памятника просто является ярким тому подтверждением. Это факт. И уже на этом памятнике зафиксировано то, о чем мечтали националисты. О чем мечтала организация «Далговские ястребы» или называемая «Далгово-сваноги». И их мечты сбываются. Они добиваются больших успехов в своих целях. А зачем им это нужно? Они, я думаю, идеологически, «Далгово-сваноги» все-таки являются пособниками нацистского режима. И они являются их продолжателями. То есть, вы считаете, что это такая попытка самореабилитироваться? Это продолжение идей Третьего рейха. То есть, так, серьезно? Безусловно, я в этом уверена. И это десятилетиями целенаправленные мероприятия, которые проводятся. И сегодня известно, что установление этого памятника происходило и на их средства в том числе. Я не соглашусь с этим. Я думаю, что тут больше речь идет о реваншизме, чем о предложении идеи Третьего рейха. Потому что никто же не говорит из местных националистов, что необходимо снова ввести элементы расовой теории. А реваншизм проявляется в том, что они говорят, что все правильно делали. Что вот эти ребята с оружием в руках, защищали свою страну от, по сути дела, войск антигитлеровской коалиции. Значит, совершенно понятно, что они воевали в составе гитлеровской коалиции. Что они воевали под знаменами СС. Что они были в составе германской армии. И давали присягу Адульфу и Гитлеру. Совершенно понятно, на чьей стороне они воевали. И ни о какой свободе Латвии речи идти не могло. Просто потому, что она и не подразумевалась в нацистской Германии. Они воевали за Великий рейх. Значит, когда они сегодня оправдывают. Опять-таки, я повторю, что каждая страна имеет право на своих героев. Значит, если они оправдывают их, делают из них героев, героизируют их. Значит, соответственно, они призывают, по сути дела, косвенно к реваншу. Они считают, что они являлись в определенной степени проигравшей стороной в этой войне. И они не согласны с тем, так сказать, мироустройством, которое возникло после 1945 года. А чем вы можете объяснить тот факт, что установка подобных памятников и вообще подобные инициативы, инициативу, возьмем там шествие 16 марта, легионеров ФНСС в Риге и так далее, пользуются столь значительной поддержкой латвийского народа? Очень просто. Потому что идет процесс воссоздания национального государства. Идет 20 лет. Значит, любое национальное государство, оно нуждается в определенных, как я уже сказал, героях и определенных мифах. Ничего другого не нашли. То есть, это такой элемент реализации, что ли? Конечно. Необходимо строить национальное государство на противопоставлении существующих общин. В Латвии существуют две общины. Так сказать, русскоязычные и нерусскоязычные. Кстати, не русские это придумали. Это в 1991-1992 году так получилось. Так исторически сложилось. Вот, так сказать, две общины. Национальное государство латышей нужно строить на противопоставлении, так сказать, этой общины другой общине. А при чем здесь нацизм и полицейские батальоны, легионеры ФСС и так далее? Потому что таким образом, обращаясь к истории, формируя новые мифы, мы начинаем доказывать, почему нужно строить это национальное государство. Почему нельзя строить много национальное государство. Почему, так сказать, не взять мультиэтничность, например, американского образца. То есть, это расовая теория? Это не то, что расовая теория, я бы так далеко не шел, но это попытка доказать большинству, что нужно идти именно этим путем. Потому что вот ваши деды, ваши прадеды воевали за правое дело. Надо, во-первых, доказать, что дело было правое. Надо доказать, что действительно воевали за свободу своей страны, а не за Гитлера. Это сложно, но это, как ни странно, удается. То есть, это делится каким-то образом. Потому что уровень фальсификации истории, так сказать, в школьных учебниках, он в Латвии зашкаливает. Да, так сказать, вот реальность отличается на 180 градусов. И дальше объяснить людям, что другого-то у вас пути нет, с кем вы собираетесь, так сказать, жить вместе. С теми, кто там вас порабощал, те, кто там вас оккупировал, кто-то еще. Это совершенно, так сказать, оправданные позиции. Ирина, согласна с этой точкой зрения? Я считаю, что в течение 20 лет у нас создали такую ситуацию, когда внутри страны у нас есть противостояние. Оно уже сложилось. И у нас действительно есть две противоборствующие стороны, они искусственно созданные. Хотя цели ставились в 1991 году совсем другие. А какие цели были? Цель была воссоздать, восстановить демократическое и независимое государство. А эти цели были или это ми? Эти цели были, они у нас задекларированы, были в 1991 году. И мы знаем идеи народного фронта, и знаем, как русскоязычные и местные русские. И все были едины, и шли вместе с латышами, никто не делил людей по национальному признаку. Так вот, это противостояние, оно очень выгодно правящим, потому что больших успехов нет. Народ кормить нечем, как кормить их ненавистью. И эта ненависть, она стала очень питательной почвой и продуктом. То есть такой замещающий фактор. Абсолютно замещающий фактор, которым сегодня очень успешно они пользуются. Они, правда, выступают регулярно с докладами о своих больших успехах. И даже уже до того дошли, что у нас министр финансов Вилкс и премьер-министр Домбровский считают возможным предлагать Греции перенимать наш опыт. Я не говорю о том, что в Европе и в Америке над нами просто смеются, снимают смешные клипы о наших успехах. Существуют разные точки зрения. Например, бывший министр финансов России Михаил Задорнов весьма положительно высказывался об опыте Латвина. Сейчас он тоже рекомендовал его Греции. Так что здесь нет такой однозначной оценки. Если только посмотреть, что на одного жителя у нас валовый национальный продукт 12 тысяч долларов, а в Греции 24 тысячи долларов, то есть в два раза больше. И что весь бюджет Латвии составляет 34 миллиарда, и 38 миллиардов составляет бюджет Греции 15% только туризма. Потом не будем забывать о печальном опыте России. Тот же Задорнов, когда возглавлял министерство финансов России, страна до чего дошла? Она дошла до кризиса 98-го года. Реально. И монетарные, так сказать, механизмы, которые предлагались, они не сработали нигде. Ни в России, ни в Америке, которая печатает деньги. То есть экономический фактор оказывает прямое воздействие на рост национализма, вы считаете? Абсолютно. Может быть не прямое, может быть косвенное, но оказывает. Очень большое влияние в нашем государстве. Очень большое влияние. Хорошо. Вы говорите о том, что правящие партии заинтересованы в том, чтобы было противостояние между общинами. Но, как некоторые эксперты указывают, на бытовом уровне у нас проблем между русскими и латышами нет. Или это не так? Нет. Думаю, нет. Думаю, нет. Их на самом деле гораздо меньше, чем на бытовом уровне взаимоотношений между этническими группами в России. Гораздо меньше. Хорошо. А в чем тогда парадокс? Правящие партии занимаются тем, что не популярны. Зачем им тогда это нужно? Нет. Правящие партии, я думаю, используют некие механизмы воздействия на общественное мнение, на избирателей, которые в Латвии работают. В России они не работают. Ведь что произошло? В 90-х годах произошло сращивание демократического и националистического движения в Латвии. В России этого не произошло. На Украине этого не произошло. Это произошло в Латвии, в Эстонии, частично в Литве, в меньшей степени гораздо, и частично в Молдове. То есть, вы считаете, что российское общество менее националистично, чем латвийское общество? На уровне бытовом оно более националистично. На уровне бытовом. Потому что на уровне, скажем так, политической нации, гражданского общества, оно менее националистично. А что лучше? Да как сказать. Наверное, все-таки тут трудно выбирать, что лучше. Но, наверное, все-таки политический национализм хуже, безусловно. Потому что все-таки он следствием этого национализма является серьезное изменение в законодательной базе и непосредственно в политике государства. Я, наверное, соглашусь. Хочу только добавить, что действительно большая проблема существует в Латвии. То есть, мы позиционируем себя как национальное государство, но у нас до сих пор не создана политическая нация. Хорошо. Что мы подразумеваем под формулировкой «политическая нация»? Давайте объясним это достаточно абстрактное понятие. Восприятие всеми гражданами страны себя как части, так сказать, нации, вернее, как нацию того или иного государства. Сейчас в Латвии этого нет. И когда вас спрашивают на улице «Кто вы?», а вы отвечаете вместо того, чтобы латвиец, вы отвечаете «Русский», «Латыш». А в России спросить никто не скажет «Россиянин». Там все тоже скажут «Украинец», «Еврей», там кто-то еще. Слово «Россиянин» в голову никому не придет. А если вы спросите «В Америке кто ты?», вам обязательно ответят «Американец». Даже в Ливане, если вы спросите «Кто вы?», вам ответят «Ливанец». Во Франции, кстати, тоже. Хорошо, а в чем проблема, если я, допустим, если меня спрашивают на улице «Кто вы?», говорю, что русские, а не латвиецы. Это не проблема, это просто вы себя, да, у вас, так сказать, первое, что приходит в голову, это идентифицировать себя с этнической точки зрения. Вам не приходит в голову идентифицировать себя с государственной точки зрения. Так одно другому не мешает? В принципе, да, но в данном случае, вот в тот момент, когда человек начинает себя ассоциировать с государством, у него возникает латвиец или россиянин. Да, или там, не знаю, представитель любой другой страны. В тот момент, когда этого не происходит, идет идентификация населения по своей национальной принадлежности. Это говорит о том, что политической нации в стране нет. Это говорит о том, что общество разрознено, и оно слабо. И государство слабо, следовательно. Мало того, русские сегодня стали все поголовно оккупантами. Когда? Подождите, давайте определимся с этим. Когда русские стали оккупантами? МСТ продвигают идею о том, что, если вы помните риторику господина Дзинтерса, о том, что те русские, которые здесь оказались волей у судеб в результате советской оккупации, являются тоже оккупантами. Причем Дзинтерсу почему-то в голову не приходит, что они такие же жертвы инкорпорации, как и их латышские соседи. Подождите, но премьер-министр Валдис Домбровский с ней двусмысленно и неоднократно давал понять, что оккупантов он не считает русских жителей Латвии оккупантами. Я сам брал у него интервью, в том числе и для российских средств массовой информации он это подчеркивал. Поскольку Домбровский является замыкающей цепочкой в коалиции, главой ее, то, соответственно, это позиция правительства. Не считается так или действительно? И в то же время у нас, это впервые, по-моему, за всю историю вообще во всем мире, я не побоюсь этого слова, у нас в центре города латвийского Бауски появляется памятник, на котором написано, что он устанавливается в память о борцах с повторной советской оккупацией. И тем самым оскорбляются русские, которых уничтожали эти люди, евреи, в том числе латвийские, которых уничтожали эти люди, англичане, которые воевали на стороне, так сказать, антигитлеровской коалиции против тех, за кого воевали эти полицейские батальоны, американцы, французы и многие-многие другие. То есть, одно дело говорить. Они, главное, очень хорошо выбрали время, как раз вот в преддверии совещания по человеческому измерению ОБСЕ, вот они так вот хорошо погадали. Хорошо, по поводу оккупации, Центр Согласия и Яни Сурбанович, в частности, вывел такую формулу, что оккупации были, оккупантов нет. То есть, соответственно, факт советской оккупации признал в том числе и мэр Риги Нил Ушаков на закрытом заседании, все мы прекрасно помним этот момент. То есть, сейчас я наблюдаю в ваших словах некая противоречия. Лично я имею свою отдельную точку зрения. То есть, вы не согласны сейчас с позицией партии? У нас нет позиции партии по этому вопросу, если быть точнее. У нас нет такой дисциплины, знаете, как, не дай бог, в коммунистической партии, да, и при советском режиме, когда все голосовали как один и имели единое мнение. У нас каждый в партии все-таки по поводу исторических каких-то вопросов имеет право на личное мнение. То есть, следователем партии вы не согласны сейчас? Я могу уважать личное мнение господина Ушакова, но мое глубокое убеждение, что в Латвии была насильственная инкорпорация. Она, безусловно, была насильственная, но я не могу ее назвать оккупацией. Хорошо, а в чем разница в терминах? Почему столь принципиальное различие? Насильственный акт все равно был совершен. Во-первых, даже Латвия на международном уровне никогда не употребляет слово оккупация. Во всех своих, так сказать, международных документах, которые они направляют, они говорят о советской инкорпорации. Во-вторых, для того, чтобы понять разницу, необходимо обратиться к единственному документу, который на 40-й год существовал. Это документ о том, что такое оккупация 1907 года. Это была, так сказать, международная конвенция, которая определяла, что такое оккупация. Окупация — это тогда, когда существует военная администрация и когда существуют военные действия. Значит, ни военной администрации, ни военных действий на территории Латвии не произошло. Латвия была бездарно сдана. И, тем не менее, факт вхождения танков в 40-е году тоже был. Да, но юридически, абсолютно, с 39-го года входили советские войска, с 39-го, когда их сюда, так сказать, абсолютно официально пустили. Более того, их встречали советским гимном на границе, латвийские воинские части и сопровождали их к месту дислокации. В 40-м году произошла та же самая вещь, так сказать, был подписан договор, был предъявлен ультиматум, который был принят латвийской стороной. А руководитель латвийского государства, вместо того, чтобы уехать, призвать к борьбе, застрелиться, он сидел до избрания, так сказать, очередного сейма. Вы оставайтесь на своих местах, я останусь на своем. Да, я останусь на своем, а потом еще просил пенсию советской власти. Поэтому сдали страну как бы абсолютно бездарно, без единого выстрела, без сопротивления. А потом как бы говорят, что, ребят, ну вы нас оккупировали, а где хоть один документ об оккупации, чтобы была... Хорошо, а почему столь... Не было ни военной администрации, и не было военных действий к этому вопросу? Почему такие споры вокруг самого... Потому что гораздо проще обвинить соседа, чем самого себя. Потому что если ты начинаешь говорить о том, что оккупации не было, значит, она говорит, что ты, собственно, сам виноват, что страну-то сдал. Финны не сдали, а если бы объединились три балтийские страны, так называемые Малые Антанты, то их военный потенциал был бы большим финским. Значит, и они могли воевать абсолютно. И если бы было сопротивление, вот уверен на 100% как историк, что после 1945 года была бы какая-нибудь латвийская социалистическая республика, но не советская. Типа там Народная Республика, а это еще по типу Польша, Болгария и так далее. Советское присутствие было бы существенно ниже. Это первое. Во-вторых, тогда надо признать, что был коллаборационизм. Коллаборационизм не только с нацистами, а был коллаборационизм с Советами. Он был огромный. Ведь в 1941 году эти высылки знаменитые, изгнание людей со своей родины, страшный период в истории Латвии, страшный год. Но ведь не русские же стучали. Ведь граница была государственная, она никуда не девалась до 27 июня 1941 года между Россией и Латвией. Ведь стучали это свои же, латыши на своих. Хорошо, но тем не менее... Хотя было, конечно, НКВД, были присланы офицеры. И несчастный этот Шустов, который никакого отношения не имел к еврейскому народу, но его идентифицируют с жидо-большевиком из Кремля, который был прислан. Но ведь непосредственно сдавали своих свои. Насколько обоснованы претензии латвийского народа к советской власти? Нет, претензии обоснованы и у меня. Вы знаете, я, в отличие от многих латышей, начиная с 80-х годов, активно боролся против советской власти и даже привлекался к следствию КГБ СССР, да, так сказать, за распространение измышлений, поручивших советский государственный общественный строй. То есть, это ненавижу, да, так сказать, советы, ненавижу коммунистов, ненавижу КГБ и прочее, прочее, прочее. Но вы меня извините, а зачем разделять-то, так сказать, по национальному признаку, может быть, лучше по политическому признаку, да? Мы все ненавидим советскую власть, ненавидели, мы все против нее боролись. Точно так же, как латыши, точно так же, как и русские, точно так же, как украинцы. Кстати говоря, среди русских, среди, так сказать, тех же литовцев и украинцев гораздо больше было диссидентов, чем среди латышей, в чистом выражении, да. И сопротивления было больше. Вы тоже ненавидели советскую власть? Я считаю, что советский режим не самый лучший режим, который был. Тоталитарный режим? Безусловно. Только понимаете, у нас, к сожалению, путают, все время подменяют понятия и путают одно с другим. Пытаются вместо советской власти сказать русский. Преступление сталинизма никто не отменял. Безусловно, это преступления признанные. Но это не оправдывает преступление гитлеризма. Нам нельзя путать то, что делали нацисты и нацистский оккупационный режим Германии. И путать его с советским режимом 50-летним, который осуществляли коллаборационисты местные. А можно ли ставить знак равенства между коммунизмом и нацизмом? Конечно нет. Безусловно нет. Но это исключено. Потому что один режим, он подразумевал этнический геноцид. Это уничтожение народов на основании расовой теории. В том числе уничтожение физической. Евреи, цыгане и так далее. Сексуальное меньшинство и прочее. Это с одной стороны. А с другой стороны был тоталитарный режим, который подразумевал, так сказать, уничтожение классов, не подразумевая при этом уничтожение непосредственно людей. Потому что, да, действительно были жертвы, было все остальное, но это не было заложено в программе. Это не было заложено в программе. Раскулачивали, так сказать, заставляли представителей так называемых буржуазных классов работать принудительно. Но жертвами были все, независимо от национальности. Кого-то ссылали, расстреливали кого-то, безусловно. Но не по принципу нации и не по принципу того, что ты принадлежишь классу дворянства, поэтому мы тебя расстреляем. Или у тебя есть корова, поэтому мы тебя расстреляем. Ссылали, безусловно, да, но не уничтожали. И я прекрасно помню это время. Я жил тогда в Москве. Я помню какое-то серое, тяжелое время, да, так сказать. Был и национализм, была абсолютно какая-то вот такая идеология, которая совершенно не умещалась в здравый смысл, да. Но при этом никого не уничтожали и, так сказать, никого не высылали за противобложную идеологию в 80-х, 70-х годах. В 40-х была другая ситуация, но опять-таки она не подразумевала уничтожение определенных групп населения, да, по этническому признаку. Ну, как вы считаете, преступление Сталина необходимо осудить на каком-то законодательном уровне? Более того, я даже считаю... Нужен ли второй нюрнбергский процесс хотя бы по отношению к этому периоду времени? Безусловно, я считаю, что по отношению к сталинизму нюрнбергский процесс необходим, нужен, да, по отношению к коммунизму, к сталинизму и ко всему этому. Но, отвечая на ваш предыдущий вопрос, могу сказать, что претензии, так сказать, части, так сказать, латышского населения к советской власти, безусловно, оправданы. Но не только латышской части населения, не только латышей, да, а претензии русских, претензии... Этнической группы привилегированного положения, если можно так сказать, к этому быть не должно. Не должно, потому что нельзя ставить знак равенства между коммунистами, между советской властью и между представителями определенной группы населения. Потому что тогда можно нарваться на противоположную претензию насчет того, какую роль сыграли латыши в установлении советской власти в России. Красные латыши, стрелки, охрана Ленина и так далее, да? Разгон учредительного собрания, например, да. Вот ведь не матрос-железняк участвовал, да, а Тукумский полк. Хорошо, Ирина, вопрос к вам. Вы автор законопроекта о статусе ветеранов Второй мировой войны. В какой стадии сейчас находится этот законопроект? Насколько мы знаем, он предусматривает введение определенных льгот по отношению к воинам, которые воевали на стороне антигитлеровской коалиции. Ну, хорошо известно, что мы находимся, можно сказать, в глухой оппозиции. 31 мандат не такая уж и глухая, я бы поспорился. У нас достаточно, на мой взгляд, плачевная ситуация всего, что касается наших инициатив и законопроектов. Мы выдвигаем очень много инициатив, но, к сожалению, коалиция зачастую, если не сказать, что на 99%, всегда их отклоняет, даже, вы знаете, если там нет политической какой-то подоплеки. А в этом законе нет политической подоплеки? Мой законопроект предполагал присвоение пособий воинам, ветеранам, участникам антигитлеровской коалиции. Безусловно, здесь есть политическая подоплека, потому что у нас оправдывают в Латвии участие легионеров на стороне нацистской Германии под вывеской, и что они боролись за независимость. В Бауске тоже они сильно боролись. Какая ситуация у легионеров СС? Они получают какие-то пособия? Смотрите, есть закон о борцах за национальную независимость, который действует у нас уже много лет, и они получают пособия от государства в небольшом размере, она тоже символическая, в размере порядка 50 латт. Это касается только тех, которые доказывают, что они действительно были в национальных объединениях, в партизанских отрядах, воевали именно за независимость Латвии и не участвовали в карательных операциях, они не были военными преступниками, признаны и так далее. Но ужасающая ситуация, на мой взгляд, что за все эти, уже теперь почти что 70 лет после Второй мировой войны, заслуги ветеранов Второй мировой войны, которые боролись с гитлеризмом, идеологически, волею судеб, латыши, местное население, граждане Латвии, не имеют никаких привилегий. В отличие от, например, граждан России, может быть, часть из которых живет здесь в Латвии, и они получают пенсии от России. Это офицеры в основном получают пенсии от России, рядовой состав не получают. А граждане и неграждане Латвии, которые живут здесь, их становится все меньше с каждым днем. И те же красные латышские стрелки, стрелковый корпус 130, который участвовал в боях за освобождение Риги, они не получают ничего, они не получают ни признания со стороны наших правящих, и они не получают никаких даже символического пособия. Но в то же время президент Латвии Андрес Берденш решил попытаться, во всяком случае, примирить ветеранов и ваши по разные стороны фронта. Вот эта инициатива, на ваш взгляд, какая? Я член комиссии по сплочению общества, и мы очень тесно сотрудничаем действительно с президентом Латвии, и у нас очень хорошее взаимопонимание по этому вопросу. И именно поэтому мне удалось добиться, что этот законопроект не был просто однозначно отклонен, а сейчас находится по единогласному решению комиссии нашей, находится на рассмотрении в комиссии этот законопроект. В стадии разработки создана рабочая группа, и я надеюсь, что в ближайшем будущем этот закон будет принят. Хорошо, Валерий, завершая нашу программу, время практически не остается. Вот как оцениваете инициативу президента примирить ветеранов и ваших по разные стороны фронта? Есть в этом пользы? Ну, смотря как примирять, то, что сказал президент, что не было победителей и не было проигравших, ну, для меня это достаточно странно, потому что нерамбежский процесс в 1946 году определил, кто победитель и кто проигравший. Вот если он будет подходить с этой точки зрения... Может, он в личном плане имеет, потому что от войны пострадали все, трагедия для всех и так далее? В личном плане может быть все, что угодно, но нельзя отходить, еще раз говорю, от сложившейся европейской архитектуры, политической архитектуры, которая возникла после 1946 года, после нерамбежского процесса. Если мы будем исходить отсюда, если мы четко обозначим, где было добро, а где было зло, и, так сказать, одни боролись за правое дело, другие за неправое дело, то вот на этой основе, безусловно, возможно примирение кого угодно, с кем угодно. Я считаю, что примирение самих ветеранов невозможно, потому что действительно были победители, были побежденные, и действительно историю в этом смысле, слава богу, уже не перепишешь. Но эта инициатива, на мой взгляд, вообще по попытке каким-то образом поставить знак равенства, попытаться примирить, она должна быть обращена к внукам и правнукам. Наше поколение должно двигаться к тому, чтобы примирить внуков, потому что мы строим будущее. А есть проблема в этом? Есть проблема, конечно. Сегодня молодежь, вот Яун Сарги и дети, школьники участвовали в открытии памятника в Бауске. И риторика, которая есть уже в интернет-пространстве, о том, что, допустим, там, одни не понимают других, и что они настоящие освободители, и что они боролись со вторжением Красной Армии. То есть, понимаете, у нас посыл идет такой, что Красная Армия, которая в 1944 году освобождала Латвию от нацистской Германии, она, по сути дела, двигалась с целью оккупировать повторно Латвию. А это неправильно. Ну, какой компромисс, на ваш взгляд, возможен в этой непростой истории, учитывая, что есть две исторические правды, как сейчас стало модно говорить? Я бы не назвала вторую правдой. Я не склонна считать, что та позиция... Руководство страны просто должно встать на общепринятую европейскую, мировую позицию в отношении, так сказать, уроков истории. Нужно признать свои ошибки, нужно признать, наверное, свои поражения и двигаться вперед. Нужно признать, на самом деле, и то, что у нас есть люди, которые действительно ветераны Второй мировой войны, которые воевали на стороне антигитлеровской коалиции. У нас сегодня георизируют легионеров, и у нас совершенно забыли о тех стариках, которые уходят каждый день, которые действительно идейно воевали и боролись против этой коричневой чумы. Ну что ж, на этой, хочется верить, позитивной ноте мы сегодня и закончим наш эфир. Спасибо вам большое, что пришли. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо. Вы смотрели программу «Вопрос с пристрастием». Напомню, что у нас в гостях были депутация Ему Центра Согласия Ирина Цветкова, а также заместитель руководителя международного движения «Мир без нацизма» Валерий Энгель. Смотрите нас и на телеканале «Просто ТВ», слушайте на «Радио Болтком», а также присоединяйтесь к нашему профилю в социальной сети Facebook. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин